В Кушликах уже завершают убирать урожай 2024. Хозяйство пусть и небольшое, но на протяжении многих лет по праву считается одним из лучших в районе. В планах у агрария в концу жатвы выйти на 3000 тонн собранного зерна. Сейчас работы ведутся около деревни Громоща, убирают овес и каприза природы не останавливают хлеборобов. Овес сейчас на этом поле достаточно неплохой, но он просто прокатанный. У нас прошли такие заливы последние, поэтому хлопцы проходятся достаточно сложно, но они мастера своего дела. Поэтому мы в этом году 1000 гектаров завершаем уборку, более 1000. Но еще впереди гречиха немного, но она немножко будет попозже, это поздняя культура. А так мы провозошли уровень прошлого года, урожайность на сегодняшний день 35 центнеров выходит. Никогда не было простых уборок и по погодных условиях, и в целом, поэтому коллектив справился. Сегодня в полях работает 4 зерноуборочных комбайна и 4 машины на отвозке зерна. Причем задействованы в уборочной не только работники самого сельхозпредприятия. К примеру, за рулем гомсельмаша трудятся военнослужащие полоцкого погранотряда и водитель новополоцкого ГОЧС. Таким дуэтом они собрали уже более 1000 тонн нового урожая. Как-то само получилось, не стремилось, но все равно хотелось где-то на подсознании. Но это же престижно все-таки. Получилось. Это первый сезон. Учился на механизатора, появились права. Ну и решил в своем отпуске помочь колхозу подработать, набраться опыта. Работа сложная, не сразу все получалось, но благодаря опыту большому своего помощника у нас все получилось. Вот мы работаем, набираемся опыта. Постоянно рядом с комбайнерами в поле их коллега Олесь Хайдаров. Водитель трудится в кушликах уже без малого 35 лет. И ежегодно находится в лидерах жатвы. На сегодняшний день, к примеру, он перевез уже свыше 1300 тонн зерна. Это просто работа. Для меня нет каких-то планов, целей. Как есть, так и есть. Утро пришел на работу, вечером закончил домой. Утром на работу и все. Цели никогда никаких не ставил. Не вижу в этом смысла. Главное работать и делать свое дело. Все остальное как есть. По-другому не воспитывали. Я знаю одно, что я говорю, быть ходить водителем хотел. С детства у меня папа на учебу ездил. И другой работы я для себя не представляю. Ну а так как получилось, что оказался здесь. Здесь семья, родственники. Все уже здесь. Я уже здесь, в Белоруссии, 35 лет. Поэтому для меня это просто уже дом. И все. Так и есть. Работа напряженная. Но каждого агрария кушликов объединяет уверенность в том, что земля требует, чтобы с ней работали. И, конечно, любовь к выбранному делу. Особая романтика полей. А еще грамотный руководитель, который не только четко выстроит работу, но и найдет подход к каждому хлеборобу. Каково работать под руководством Федора Федоровича? Замечательный руководитель, хороший человек. Дело в том, что, говорю, вот пока Федор Федорович работает, поэтому мы работаем и добиваемся каких-то результатов. По-другому быть не получится. Именно так. Как руководитель хороший, грамотный человек. И как человек тоже хороший. Знает свое дело. Федор Завадский в Кушликах работает уже на протяжении 37 лет. Сначала трудился в качестве агронома, а в 1990-м стал главой хозяйства. Все эти годы сельхозпредприятие постоянно растет. Сменяются лица, осваиваются новые технологии и техника. В целом хозяйство развивается. Неизменным остается одно – безмерная любовь и преданность родной земле. Что для вас значит ваша работа? Ну, это смысл жизни, наверное, уклад жизни. И в целом другой коллектив вырос. Я вырос здесь в Кушликах. Со мной коллектив рос. Менялись, правда, но так остались преданы вот этому делу на земле. Дело выращивать хлеб, животноводство. Ну, в целом мы увидели везка благорожена, так неплохая. Подстроили церковь, сад посадили, ну, чтобы более-менее комфортно. Хотя свои особенности на селе. Сегодня Кушлики продолжают развиваться под грамотным и чутким руководством Федора Завадского. В хозяйстве строится современный молочно-товарный комплекс на 640 голов. Готовность – 70%. Новоселье здесь отметят уже в декабре. Это станет очередной ступенью развития сельхозпредприятия. И нужно заметить, пока на белорусских полях трудятся такие же преданные своему делу специалисты, как в Кушликах, продовольственная безопасность нашей страны точно будет обеспечена.